Настоящее будущее коллайдеров, ускорителей частиц, благодаря которым ученым удается придать элементарным частицам высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, произвести столкновение и изучить продукты соударений. Обсудили в Дубне физики из разных стран. Причем совещание, посвященное технике теоретических вычислений, где ученые из Церна, Дези Германии и других научных центров выступали с докладами, совмещалось со школой для молодых ученых. Теоретически вызовы Большому адронному коллайдеру, таково было ее название. Наряду с Объединенным институтом ядерных исследований в роли организаторов школы выступила Гелемгольцевская ассоциация. Первое подобное совещание проводилось в 2000 году. В 2015 обсуждались эксперименты на ЛХС в Церне. Все, что связано с открытием бозона Хиггса. Принято говорить, что открытый Хиггский бозон был последней неоткрытой частицей стандартной модели, и тем самым стандартная модель получила свое логическое завершение. Экспериментально подтверждены все теоретические концепции. Это действительно так. Однако, как всегда, оказывается, что всякое новое открытие ведет только к новой дороге в новые неизведанные дали. Мы подошли к такому рубежу, что ли, неизведанного. Этот рубеж неизведанного проходит сейчас по энергии Большого Адронного коллайдера. Поэтому все, конечно, ожидают, что на этом коллайдере, помимо Хиггсовского бозона, будут открыты какие-то новые частицы. И то, что там будет открыто, и определит, в общем, физику высокой энергии в будущем, и определит вообще концепцию нашего понимания мироздания для будущего. Поэтому мы все с нетерпением ожидаем новостей Большого Адронного коллайдера. Работаем в этом направлении, готовимся к этим открытиям, и готовимся к тому, что еще может быть. Вот как сказал докладчик, который только что выступал перед нами, на вопрос, закончилась ли физика на открытии Хиггсовского бозона, ответ следующий – нет. Самое интересное только начинается. Речь идет о самом первом докладе, где профессор Иоахим Мних говорил о планах по развитию Большого Адронного коллайдера, о новых экспериментах на нем, а также о новых проектах, которые определят будущее физики высоких энергий. Один из таких проектов будет реализован в Японии. Это Международный линейный коллайдер. Это будет такая мировая лаборатория. Это 30-километровый туннель для Е+, Е- с ударением. А кроме этого, в новом большом проекте, который предположительно будет в ЦЕРНе, это круговой ускоритель длиной окружности 80 приблизительно километров. И это большой тоже международный проект, где будут сталкиваться протоны на энергию до нескольких ТЭВов, десятков ТЭВов. Обширная научная программа была представлена на десятидневном совещании в лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований. Школа посвящена теоретическим вызовам физики высоких энергий, и в частности Большому адронному коллайдеру, где происходят протонные столкновения. Поэтому я в своих лекциях изложу основы адронных столкновений, начальных состояний, что происходит при взаимодействии протонов, что рождается, дубль в обозоны, кварки и прочие объекты. В современной теории сильного взаимодействия интересуют молодых ученых. В работе школы-совещания по вычислениям на Большом адронном коллайдере приняли участие аспиранты молодые ученые из Германии, России, стран-участниц ОИЯИ. Я аспирант кафедры общей теоретической физики Самарского госуниверситета. Мы вообще-то, наша группа занимается пертурбативной КХД. То есть если основные открытия ожидаются в области электрослабой физики, то обычно вещи, связанные с физикой сильного взаимодействия, называют мусором. Вот мы изучаем мусор. Ну, на самом деле у этого мусора очень интересная сложная динамика, ее надо понимать хорошо, чтобы понять, видите вы что-то новое или нет. По современным представлениям, квантовая хромодинамика составляет основу описания сильного взаимодействия между адронами и ответственно за силы, связывающие кварки в адроны. КХД появилось в начале 70-х годов, когда у ученых возникли представления о так называемом цвете кварков. Это современная теория сильного взаимодействия, так называемая необилевая калибровочная теория. Ну, простыми словами, это, допустим, электродинамика, это у нас Абелева калибровочная теория. То есть фотоны, частицы-переносчики, не имеют электрического заряда и друг с другом напрямую взаимодействуют, если там петлевые эффекты не учитывать. А вот в хромодинамике глюоны как бы имеют этот же самый цветной заряд, то есть они еще и взаимодействуют друг с другом. Это делает динамику теории очень нелинейной. Там есть всякие интересные явления типа асимптотической свободы, то есть на высоких энергиях взаимодействие ослабевает, антикоренировка возникает, эволюция структурных функций распределения и так далее. Хотя совещание было посвящено физике на Большом адронном коллайдере, участники узнали и о будущих экспериментах на коллайдере в Дубне. В отличие от швейцарского, где основные силы были брошены на поиски бозона Хиггса, частицы, которые дают массу всем остальным частицам, в Дубне на установке будут изучать другую область формирования скварков и глионов частиц барионной материи. Попытаются смоделировать те условия, которые были на ранних этапах формирования Вселенной. Что же касается Большого адронного коллайдера… Я надеюсь, что суперсимметрия будет раскрыта в ближайшее время. Это моя главная надежда. Речь идет о понятии, способном объединить фундаментальное взаимодействие в рамках единой теории. Что касается экспериментального обнаружения суперсимметрии на современных коллайдерах, то этот вопрос остается открытым. На его решение направлены сейчас многочисленные усилия физиков, занимающихся физикой высоких энергий. Проверкой гипотезы суперсимметрии явилось бы рождение новых частиц на ускорителях. Сложности, связанные с наблюдением рождения новых суперсимметричных частиц, обусловлены тем, что время их жизни чрезвычайно мало. Даже двигаясь со скоростью близкой к скорости света, они успевают пролетать ничтожно малое расстояние для того, чтобы успеть их зарегистрировать. Поэтому ученые вынуждены идентифицировать эти частицы по продуктам их распада. Чтобы новые частицы рождались и обнаружение суперсимметрии стало возможным, должна быть достаточной энергии ускорителя. Экспериментаторы надеются, что энергии большого адронного коллайдера должно быть достаточно. Именно на это сегодня рассчитывают и ученые, делающие теоретические вызовы большому адронному коллайдеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok